Смотрите далее в гражданской обороне. Сталин идёт по России. В империи зла возвращается культ личности жестокого диктатора. Будут установлены памятники, переменную целую улицу в таких городах, как Красноярск, Владивосток, Махачкала. Тиран и убийца миллионов снова национальный герой. Так сказано, в школьных учебниках РФ. Намагается выховывать новую поколение россиян на гордость за, насправдь, злочинную державу, как вбило миллион людей. Бесконечная иллюзия добра и победы. А на деле десятилетия лжи и пропаганды. Первого победы, знаете такое понятие? Всё это и не только. Прямо сейчас в гражданской обороне. Кровавый тиран? Убийца миллионов? Забудьте. Перед вами эффективный менеджер и снова герой империи зла. В России с ужасающей скоростью набирает обороты неосталинизм. Иосиф Виссарионович вновь шагает по своей необъятной родине. Любимый и почитаемый. В Воронежской области жители хутора Атамановка поставили без Сталина на собственные деньги. Он топил народы в крови и взрывал храмы. Но россияне перед его изваянием крестятся. Нравится. Ой, спасибо, спасибо. Молодцы. Почему вы сдавали деньги на этот памятник? Потому что намучились во время войны, скажем, когда были в ТВ. Да, 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 точно. Ждали этой победы. А раз выиграл, он во главе был. Да, победил. Вот-вот-вот. Вот это мы его понимаем и за это спасибо ему. В Тверской области собираются открыть музей, посвященный Сталину. А вот сурийские диктаторы установят мемориальную доску. Ко дню 70-летия победы в Великой Отечественной войне в России появится несколько памятников Иосифу Сталину. Конкретное место для памятника Сталину во весь рост выбирают и в Орле, а также в городе Дагестанские огни. Будут установлены памятники, переименуем целую улицу в таких городах, как Красноярск, Владивосток, Махачкала, вот, не говоря уже более мелких центров. То есть это, это как бы конкретная тенденция. Не совруюсь, скажу, что это десятки российских городов и населённых. Ещё год назад в России начались разговоры о том, чтобы переименовать Волгоград в Сталинград. Госдума обсудит вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград. Когда стоит вопрос о переименовании, конечно, Сталинград. Только Сталинград. Сталинград. Я считаю, это необходимым, необходимо надо. Я за то, чтобы переименовали. Это как-то более правильно, что если будет Сталинград называться. Я за то, чтобы переименовали Волгоград в Сталинград. Как жители скажут, так и сделают. Открыть! Открыть монумент. Это февральские кадры из Ялты. Теперь Иосиф Джугашвили восседает и на оккупированной территории Украины. В Ялте открыли памятник лидерам антигитлеровской коалиции, участников Ялтинской конференции 1945 года. И ничего, что именно Сталин в мае 1944 года выселил и подверг жестоким испытаниям коренной народ полуострова – крымских татар. Напомню, Меджилис и крымские татарские общественные деятели назвали установку памятника с фигурой Сталина кощунством по отношению к народам, пострадавшим от сталинских репрессий. Россиян такая позиция коренного народа не смущает. Они уверены, депортация даже пошла татарам на пользу. Вряд ли у крымских татар была бы судьба лучшая. Думаю, что гораздо худшая. Часть людей из крымских татар, они были просто спасены в результате этой депортации. Из тирана и диктаторов-спасителя Иосиф Сталин стал превращаться уже в середине 90-х. Практично уже с 93-го року, особенно с Чеченской войны, в общество захотелось кровь. И уже было байд, честно говоря, что это кровь. Ну, лучше, конечно, чтобы это были какие-то народцы. Но даже когда своя кровь, никто в России особенно не шкодовал. Конечно, современному Кремлю не нужно отбеливание имени Сталина само по себе, считают политологи. А вот символ сильного и страшного государства, беспощадного к человеку, сегодняшняя империя зла необходима. У современной России нет какой-то официальной идеологии. Кроме, может быть, такой непрямой, неофициальной идеологии восстановления империи. И здесь сталинский период и личный Сталина – это некие аналоги того, к чему следует вернуться. Вот что современная молодежь России знает об Иосифе Джугашвиле. Он был выдающимся лидером на самом деле. Без него бы мы войну не выиграли. В Советском Союзе он был главным вождем, можно сказать. Как видно по медали, он был героем Советского Союза. Положительно относимся к Сталину. Ну, просто хороший человек был. Удивляться нечем. Еще в 2007 году в РФ одобрили учебник истории под редакцией Александра Филиппова. Сталина называют там одним из самых успешных руководителей. Реализация ускоренной модернизации страны требовала соответствующей системы власти формирования управленческого аппарата, способного реализовать этот курс. Это цитата из методического пособия для учителей. Здесь идет речь о массовых репрессиях 1937 года. Они трактуются как единственный возможный путь подъема после кризиса. Таким образом, десь намагаются выховывать новое поколение россиян на гордость за, насправді, злочинную державу, яка вбила миллион людей, между них и миллион россиян. Взагалом, и в суспільстве, и в этих подручниках, и отбывается то, что, вправді, можно назвать как певную такую реабилітацію Сталина, и сталинизму всей радянської влади. По данным историков, в годы правления Иосифа Сталина из-за репрессий погибло не меньше 20 миллионов человек. Люди заживо гнили в ГУЛАГе, пухли от голода, умирали на строительстве заводов и магистралей. Це людина, яка внищувала ціли нації, це людина, яка внищувала ціли соціальні пошарки чи класи. І очевидно, що він стоїть в одному ряде з такими, як Адоль Гітлер, Пол Потт та інші страшні фігури минулого 20-го століття. Але половина росіян сьогодні считають кровавого диктатора своїм героєм. І все це на фоні війни з когда-то братською Україною. Последний опрос Левадоцентра показав, що считають великим чоловіком і оправдують все притуплення в ім'я благовій ціли, деяне Іосифа Сталина одобряє 45% російських граждан. І ще 2 роки назад такових було на 15% менше. Росія – це єдинственна країна в світі, де єдинственна, де відношення к Сталину настільки позитивна. А це – діти врагів народу, після растріла родителів. Рожавий і таким желанним для росіян величием. В цьому затурканому і забитому російському суспільстві тяга до панування над іншими – це те, що їх виводить з цієї темріви, на якийсь новий рівень, як їм здається. Це вже можна діагностувати як необратимий процес в сознанні російського общества. Оно відказується від общепринятих моральних норм. Ради величія можна убивати українців. Ради величія можна красть території. Ради величія можна лгати всьому міру. Ми маємо таку ситуацію, коли дуже значна частина російського суспільства має, ну, хтось каже, атрофію моралі, а хтось каже, некрозморалі. Ресталінізація длится в Росії вже більше десяти років, але сьогодні она вийшла на новий рівень, коли можна открыто заявляти – Сталін не палач, Сталін – ефективний менеджер. Сможемо ли ми зараз воспользоваться теми же методами управління, которими пользовався Джугашвили? Да, скоріше всього зможем, поскольку, повторяю, це методи дуже хорошого менеджера. При підписанні договора Сталін поднял тост. Я хочу вип'ять за Гитлера, авторитетнійшого вождя немецкого народа, за осуществлення всіх його планов. Тоді Саветський Союз вступав в тандемі з немецкими нацистами. Сьогодні РФ діляє твіт, будь-то цього не було. Сталін і весь радянський режим, не менше Гитлера, винні у розпалюванні Другої світової війни. Тобто був підписаний пакт Молотова-Ріббентропа, який фактично ділив Європу. Заключення Саветсько-Германського договору про ненападення свидетельствує о том, що історическое предвидення товариша Сталіна блестяще оправдалось. Було завдано удар по польській армії в тил. А затем Саветський народ вместе с союзниками победили немецких нацистів. Но какой ценой? Немців буквально погребли под горой трупов Саветських солдат. Спасибо вам! За що? Не за що! Ребята, не за що! Наша армия і наша страна опозорилась на весь мир, доверила командовать бомжу Сталину безграмотному чурке. Отсюда у нас такі потери, і Втору мирову війну організував Сталин собака. І отсюду такі жертв, і у нас в 7 раз більше, ніж у немців потери. Але даже Іосиф Виссаліонович позавидував би сьогоднішній кремлівській пропаганде. Іменно вона вместе с іменем кровавого диктатора реабилитирує і сталинські методи политики. Да, в внутренній політиці нет массових репрессій, таких, як були при Сталине. Нет лагерей, нет расправ с крестьянством, коллективизации і чого-то подобного. Але репрессія на індивідуальному уровні, убийства политичних оппонентів вже відбувається. Возрождаються забытые понятия «враг народа» і «пятая колонна». Сегодня эти выраження времен Третьего рейха можно услышать по Киселев ТВ чуть ли не ежедневно. Грань между оппозиціонерами і «пятая колонна» внутрення, її трудно видеться внешне. «Пятая колонна» в России добивається Майдана, інтервенції. Вони добились этого на Україні, там уже убивают людей. А жизнь человека в современной РФ ценится уже почти столько же, сколько во времена Коба. С необ'явленной войны на Донбассі груз 200 приходит в РФ регулярно. Но россияне упорно делают вид, будто у них никто не умирает. Жить стало лучше. Жить стало веселее. Эту фразу Иосиф Сталин произнес в 1935 году, накануне жесточайших репрессий. Сегодняшние руководители Кремля кормят народ приблизительно тем же. Культ личности Сталина в РФ начали возрождать больше 10 лет назад. Сегодня кровавому диктатору ставят памятники и мемориальные доски. В его честь переименовывают улицы и подумывают о переименовании городов. Нравится. Ой, спасибо, спасибо. Молодцы. Сплотить страну в поисках мифического величия и воевать со всем миром. Вот истинная цель реабилитации тирана. У новых, старых героев империи зла руки по локоть в крови. Но ведь и сам Кремль уже умылся украинской кровью. Самое страшное, это то, с какой легкостью сами россияне готовы наступать на одни и те же грабли. Субтитры создавал DimaTorzok